Это ролик извинения перед всеми моими владельцами домов в поселке 7 на 7 за то, что я сорвал все сроки. Друзья, я был уверен, что к первому сентября мы сделаем 7 домов полностью под ключ, и люди смогут жить. А теперь мне некоторые деликатно спрашивают, Глеб, ну Новый год-то мы уже встречаем? Да, ребята, встречаем. Никуда не денемся обязательно. Тем более, что я вам честно скажу, когда есть окна и металл, то это, в общем, большая часть дома сделана. Ну и электрико-сантехника внизу вот здесь, в третьем доме, она уже сделана. Остается отделка, обивать вагонкой. Слушайте, ну это уже не такая большая работа. Хотя, конечно, в санузле придется класть плитку и все остальное. Значит, друзья, я этот ролик снимаю в 9 утра 40 минут, в субботу, когда обычно уже я выложил ролик. Просто я не успел за эту неделю, замотался. И поэтому я сейчас снимаю его одним куском. Постараюсь сделать, вот не нажимая на стоп этой камеры, за 10 минут прям готовый ролик. В конце концов, знаменитый Сокуров снимал в Эрмитаже 27 минут. Представляете? Ну чем я хуже Сокурова? Сейчас засекайте 10 минут, и я ни разу не нажму на паузу. Вот, кстати, смотрите, как выглядит коричневый металл на одном из домов. В общем, многим нравится. Хотя, на мой взгляд, круче выглядит вот тот вот темный, который вот на том доме. Я его только что снимал. Значит, здесь, как видите, уже начали делать лиственницу, да? Под ней, видите, набивается черная вот эта тряпка. Там, на самом деле, есть нормальная мембрана, чтобы выпускать пар наружу из стен, из утеплителя стен. Но вот эта черная набита для того, чтобы в щелях между лиственницей не было белесых каких-то прожилок, ничего. Чтобы все это выглядело цельненько. Это такие маленькие нюансы, но получается в результате стильно, хорошо, симпатично. Значит, в принципе, раз уж я здесь оказался, около четвертого дома, то надо сказать, что мне пора сочинять детскую площадку. Вот здесь я ее собирался делать, как вы говорите, да? Как я вам обещал в июне. Ох, елки, как тяжело снимать одним куском 10 минут. Это практически как прямой эфир на телевидении без суфлера. Вот у меня сейчас такая история. Значит, чтобы начать здесь делать детскую площадку, надо, конечно, вот эти вот горы убрать, чтобы я хоть мог как-то представить себе вот эту поляну, вот этот объем. Значит, я вам говорил, что здесь будет круглая винтовая пластиковая горка. Она будет привинчена к такой, ну, беседке, не беседке, лазилке трехэтажной, где дети могут лазить. И обязательно это должно быть выстелено искусственными квадратными такими резиновыми специальными покрытиями для детских площадок. Если вы их производите, то давайте вперед нам реклама по бартеру вот этой вот специальной резины для детских площадок. Значит, около березок, как я говорил, здесь будут две лавочки, потому что в жаркий день, когда вот оттуда падает солнце, то мамы должны сидеть в тенечке, а малышня будет здесь перед ними возиться в всяких песочницах, потому что малышкам, как вы знаете, пофигу, их жара не берет. Но, еще раз говорю, для того, чтобы я начал делать здесь эту детскую площадку, мне нужно разгребать вот эти вот все железяки, доски. Но, по-моему, металл уже весь использован, это остатки какие-то. Значит, вот на этом доме, это дом номер пять, вот здесь этот самый темно-серый цвет, который мне кажется самым стильным из всего, что есть, номер по каталогу Урал 7024, если кому интересно. Значит, здесь вот тоже должны начать делать лиственницу, пока еще не начали. Да, но уже набили вот эту вот черную промокашку. Значит, следующий дом, дом номер пять. Господи, ребята, мне даже страшно про него говорить. На нем ни металла, ни окон. Вот он, родименький, выглядывает между шестым домом и между седьмым домом. Ох, елки, грязище. Того, гляди, навернешься тут в резиновых сапогах. Значит, доброе утро, Володь. Значит, вот, смотрите, шестой дом, и конь не валялся. Почему конь не валялся на шестом доме? Потому что его изначально взяла фирма. Я же, помните, в мае наивный надеялся, что буду строить не я, а будут строить строительные компании, которые будут счастливы за рекламу, сделать быстро, хорошо и, так сказать, и без маржи совсем, ну или с маленькой какой-то человеческой маржой. В итоге нашлась только одна фирма, и она каких-то ставила сюда алкашей. Я выгнал одну бригаду, вторую, наконец, выгнал целиком всю эту фирму. Эта же фирма пыталась взять и строить вот этот дом, номер семь. Они одновременно ставили своих алкашей на два дома. Это был какой-то ужас. Когда мы с этими алкашами разговаривали, сколько денег им эта фирма платит, ровно в два раза меньше, чем мы теперь платим нашим рабочим за эту же работу. Представляете, как фирма ошкуривает рабочих? И еще вас ошкуривает, если вы фирме заказываете себе строительство каркасных домов. Значит, здесь на этом доме сочетание, видите, коричневого, вот с таким вот желтым. Номер не помню, если спросите, в комментариях к ролику могу написать. Это тоже из премиальной линейки Грандлайна. Ничего, что я рекламу мимоходом скажу. Ну Грандлайн классный металл делает, ладно, хорош, не упрекайте. И Грандлайн мне не просил делать ему эту рекламу, он уже сыт по горлам моей рекламы. Вот этот желтый из премиальной линейки, он благородный. Значит, вон там за березками в рядочке строится не нами, а другой фирмой точно такой же дом, как у нас. И я к нему подойду и покажу, как вам. И вы увидите и сравните, как смотрится тот же самый металл от Грандлайна, но не в премиальной линейке. И намного хуже. Там есть точно такой же желтый цвет, но не в премиальной линейке. Вот посмотрите, как это выглядит. Значит, здесь уже, видите, сделана стена и наверху сделан капельник. Значит, у нас уже есть Игорь, жестянщик, который у нас работает на зарплате, а не в бригаде, как все. И Игорь, его работа только гнуть, гнуть, гнуть металл, и вот видите, гора обрезков лежит. Это вот такая наша маленькая, даже не экономия, это просто возможность получить, чтобы нам согнули металл качественно. Потому что жестянщик, ну это, в общем, отдельная какая-то работа, профессия. О, костерок, я тут немножечко погреюсь, а то холод собачий. Значит, ребята, у нас сейчас, по сути, вот к осени образовалась маленькая строительная компания. В этой строительной компании, блин, жарко, у нас где-то, сейчас я вам скажу, я, Олег, Кирилл, три штатных сотрудника и еще одного из рабочих из одной бригады, очень толкового парня Мишу, мы повысили и сделали его начальником всего хозяйства в поселке Иерусалим наш. И вот Миша там теперь живет в строительном вагончике, но он уже там начальник и получает зарплату. Таким образом, он стал четвертым сотрудником нашей фирмы. И еще один человек Артемий. Вот его телефон, я вот здесь вот напишу, прямо на экране. Если вам нужен дом в поселке Иерусалим наш, а здесь в поселке 7 на 7 никаких домов в продаже нет, значит, то вы звоните Артемию и больше уже не напрягаете владельца земли Алексея, который уже, ну, волком воет за это лето, потому что ему звонят и звонят, звонят и звонят. Так, значит, теперь я немножко отойду от нашего поселочка и пойду вот в этот вот ряд участков, где строится, по-моему, 6 или 7 домов сразу. Вот эти участки по 12 соток, они продавались по 2 миллиона рублей. И как только мы здесь распродали все вот эти участки по 1 миллиону, здесь по 7 соток, как вы помните, и 1 миллион рублей. Значит, сразу вот этот вот весь ряд вслед за нами был со свистом продан, по двушечке повторяю. И тут начали строить разные люди дома. Ну, один, видите, какой-то неадекватный человек построил сразу здесь себе огромный мертвый черный забор. Зачем он его построил? Одному богу известно. Уже на него соседи жаловались, что они ему предлагали сделать между собой прозрачненький, у них тут сплошные вот такие густые березки, лесочек, да, и так никого не видно. Нет, еще вот такой черный мертвый забор. Денег истратил человек немерено, да, ну вот такой у него темперамент. И он внутри этого забора будет сидеть, как в тюремном домике. Вот не устану повторять, все, кому нужны эти мертвые заборы, якобы безопасность, да, они будут сидеть в тюремном дворике. О, какая красота! Видите? И им будет счастье. А если бы у него, например, вот эта вот спина с этой стороны была бы из так называемого 3D-забора, да и это в общем, то он бы со своего участка мог бы любоваться вот на этот вот симпатичный березняк, вот на этот вот овраг, в котором никого нет, никто не живет, потому что там, ну, почти болото, невозможно там не жить, ничего. Но он хочет запереться, якобы безопасность, на самом деле тюремный дворик. И более того, я скажу, что, вы знаете, что вот к нему, ворам, залезть намного комфортнее, чем, например, в поселок 7х7, потому что вор туда залез, и он там в безопасности, его никто не видит. То есть ему нужно только в момент, когда он перелезает через забор, быть незаметным для окружающих. А дальше все, он там спокойно делает свое черное дело. А теперь представьте себе, что вор залезет в наш поселок 7х7 и захочет там кому-то чего-то украсть. То есть, да он же виден со всех остальных участков, ну, по крайней мере, с двух, а то и трех соседних, да, ему очень некомфортно, его могут засечь в любой момент. Потому что если у нас 7 домов в ряд стоит, значит, около них куча машин, где-то люди есть, где-то нет. Вы понимаете, все время вору некомфортно, все время угроза разоблачения, что вызовут милицию или просто сами выйдут с вилами и по мозгам ему надают. Такова жизнь. Значит, теперь пошли, я, значит, дойду вот до того дома каркасного, который строит какая-то фирма, сделав точно такой же проект, как у нас. Но не совсем. Все-таки со всякой экономией. Сейчас увидите, где. Значит, экономия. Вместо лиственницы у них сосна и крашена укрывистой краской мертвой. В результате выглядит, елки-палки, у меня флешка переполнилась, а я этого не заметил. Я поставил свежую батарейку, я проверил все аккумуляторы, чтобы были полностью заряжены, для того, чтобы снять, как Сакуров, целым куском. Но меня подвела флешка. Ладно, ребята, всего одна склейка, Сакуров продолжается. Эксперимент такой же честный. Ну вот, смотрите, вот видите, еще обрамление окошек. Я не знаю, кто у них тут был дизайнер, и зачем он сделал вот эти вот деревянные черные обсады вокруг окон. Выглядит сразу, блин, мне не нравится совсем. На мой взгляд, это не современная архитектура. Вот этот вот металл. Итак, вот он металл. Не премиальный. Не знаю, видно здесь или не видно. У меня еще камера стоит не в автоматическом режиме по настройкам света и тени, а в ручном. Ну вот, смотрите, самое главное. Видите, здесь не лиственница, а сосна. И она крашена укрывистой краской, намертво. Вот на мой взгляд, получается ощущение пластмасски, да? Лучше бы взяли бы пропиткой какой-то прозрачной бы намазали, чтобы остались вот эти вот все прожилки в сосне, там, сучки, чтобы было видно, что это живое дерево. И было бы, на мой взгляд, более стильно. Но ничего не поделаешь, ладно. Дальше вот, смотрите, желтый металл сбоку, не из премиальной линейки. Я вижу в камеру, что вы разницу не почувствуете. Ну, потому что камера стоит в ручных настройках, а не автоматических. Дальше я не пойму, зачем ребята снизу не сделали металл до самого низу. Теперь они будут маяться, делать какую-то юбку. Не знаю зачем, двойная работа. Но как хотят. Мы, как видите, просто спускаем металл до самого конца, и получается технологично и, на мой взгляд, стильно. Ну, вот эти вот, вот этот цвет еще и отличается от цвета рам. Но это полный беспредел. Хозяин этого дома, если вы увидите, пожалуйста, заставьте их перекрасить, вот эти вот наличники в цвет рам, чтобы не было вот этого вот какого-то странного колхозного разноцветия. Окей? Это-то можно исправить. Так, блин, по всему дому они внизу оставили незакрытый металл. Не пойму, зачем. Может, хотят другого цвета, это красота. Так, достаточно ли я вам намолол на 11 минут? Вот, часы засекли, все нормально. Итак, дорогие наши жители поселка 7х7, примите мои глубочайшие извинения за то, что я не справился и, не имея ни строительной компании, ничего, не смог вам построить за 3,5 месяца под ключ 7 домов с полной отделкой, с полным фаршем, со скважинами, с водой, с канализацией, со всеми делами, да? Но мы поднапряжемся и все сделаем. Тем более, что я приезжаю на стройку теперь каждый день в 9 утра. Вот уже 10 дней подряд. И все работают. Три раза пропустил, вру, ребят, потому что детей в школу отвозил. И люди уже начинают расслабляться. Вот я вам по секрету скажу, что я сегодня приехал в 9.40, а они кофеек пьют. А когда я приезжал неделю подряд в 9 утра, то уже в 9 я видел, все, уже сидели на крыше, на кровле, там-сям, все работали. Все. И мне остается сказать, ребятки, если вы не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик, пишите лайки, комментарии, все это нужно. Потому что просмотры на Ютьюбе падают у всех. Даже Дудь, Юрий Дудь на прошлой неделе попросил. Опять у меня флешка переполнилась, поэтому опять склейка. Но я не мог не договорить про Дудя. Значит, на этой неделе Дудь пожаловался своим зрителям, что у него мало просмотров на интервью с Глуховским, писателем. И этот ролик выпал из рекомендаций Ютьюба. Представляете, Дудь всемогущий выпал из рекомендаций Ютьюба. И он поэтому попросил своих зрителей посмотреть побольше, чтобы у него побольше просмотров появилось. Поэтому, ребята, и мне не зазорно попросить вас и подписываться, и смотреть, и ставить лайки, и писать комментарии. Потому что раньше я старался этого не делать, потому что мне казалось бы, ну как-то неудобно, что я буду побираться, да? Вы и так, мои умные зрители, догадываетесь, что лайки, просмотры и комментарии – это важно для того, чтобы, так сказать, что называется у блогера бизнес-шоу. Все, по-моему, достаточно. А, как вам зелененький цвет? Некоторым нравится. Ничего, я бы его поставил на второе место после вот этого вот серого 7024. Ну-ка, ну-ка, я отойду подальше. Здесь будет зеленый виден. Ну, вроде более-менее виден, да. Камера туда, камера сюда. Не забудьте, ребятки, подписываться. Спасибо. Спасибо.